Субтитры создавал DimaTorzok Здесь сильно орала. Я еще и подумала, кто его мог включить на такую громкость. Несомненно, таков и был замысел преступника. Или преступницы. Как я могла еще что-либо слышать? Может быть, вас провели. Возможно, звук убийца услышал ваши шаги. Решил проскользнуть в столовую или позади лестницы. Я не знаю. Я только слышала, как дверь скрипнула, а потом закрылась, когда я выходила из кухни. Какая дверь? Не знаю. Подумайте, миссис Рэлстон. Наверху, слева, справа. Подумайте. Я не знаю. Я вообще не уверена, что я могла что-либо слышать. Не встаньте ее запугивать. Вы что, не видите, что она не в состоянии отвечать? Мы расследуем убийство, мистер Рэлстон. Но с сих пор никто не относился к этому сырье. В том числе и миссис Бойл. Она не захотела к этому верить. Теперь миссис Бойл мертвам. Да. Если мы не догопаемся до сути, и, заметьте, быстро, может произойти еще одно убийство. Еще? Здорово. Почему? Да потому что слепых вышек было три. И, конечно, все они умрут. Но должна же быть какая-то связь. Я хочу сказать, еще какая-то связь с делом Олдбирской фермы. Да, связь должна быть. Ну так почему же еще одна смерть здесь? Да потому что в Найвиной даме записной книжке было только два адреса. На Каулэкс-3 была одна единственная возможная жертва. Теперь она мертва. Но здесь, в Монкс-Омэр, выбор гораздо более широк. Чепуха. Неужели, по-вашему, здесь могли случайно оказаться два человека, причастных к делу Олдбирской фермы? Какое невероятное совпадение. При других обстоятельствах данное совпадение не было бы таким уж невероятным. Подумайте об этом, миссис. Экскейс-Омэр. Теперь я хочу услышать ваше сообщение. Я вам расскажу сообщение, миссис Райлстон. Вы были на кухне, занимались там приготовлением овощей. Потом вы вышли в горе, увидели, что свет выключен. Радио орет. Вы подошли, включили свет. Вы увидели, кем у миссис Боя, и скрипнули. Да, я. Чего? Наконец-то пришли люди. Да, как вы уже сказали, много людей с разных коробций более или менее одновременно. Что ж. Мистер Райлстон, вы говорили, что тогда я пошел осматривать дом снаружи. Вы пошли к тебе в спальню, чтобы проверить второй аппарат. Где вы были, когда миссис Райлстон крикнула? Я еще был в спальне. Второй аппарат тоже не работал. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть, не видно ли перерезанного провода. Ничего там не обнаружил. Не успел и закрыть окно, как раздался крик Молли. Я спустился вниз. Эти действия заняли у вас довольно много времени. Не нахожу. А я бы сказал, что вы определенно не торопились. Мистер Райлстон, мне было о чем подумать. Хорошо. Теперь вы, мистер Райл. Где были вы? Я заглянул в кухню, чтобы узнать, где могу ли я чем помочь. Мистер Райлстон, я просто обожаю готовить. А зачем я пошел наверх в свою спальню? Зачем? Ну, пойти в спальню, это ведь вполне естественная вещь. Вы не находите? Бывает иногда, что человеку хочется побыть одному. Да. И вы, значит, пошли в свою спальню, потому что вам вдруг захотелось побыть одному. Ну, и причесаться, и навести там порядок. Причесаться? Так или иначе, ну, я был там. Да, и вы слушали крик мистер Райлстона. Да. И спустились вниз. Да, да. Удивительно, что вы и мистер Райлстон не встретились друг с другом на лестнице. Я спустился по задней лестнице, она ближе к моей комнате. А поднимались вы тоже по задней лестнице? Тоже по задней лестнице. Хорошо. Итак, миссис Райлстон на... Мистер Райлстон наверху. Мистер Райлстон наверху. Параличи, где были вы? А я играл на пианино. В гостининой. Вон там, инспектор. Я не инспектор, я всего лишь диржан. Итак, кто-нибудь, вы что-нибудь слышали? Кто-нибудь слышал, как вы играли? Не думай, я играл очень-очень тихо. Одним пальцем. Вы играли три слепые мыши. Да, очень запоминающая мелодия. Если можно так выразиться, навязчивая мелодия. Вы со мной согласны? Да, по-моему, это ужасная мелодия. Да, но все же она состревает в голове. И кто-то ее насвистывал. Насвистывал? Да. Где? Не могу сказать. Может быть, в передней. Может быть, на лестнице. А может быть, даже в гости... В гостинике или... Наверху в спальне. Кто из вас насвистывал три слепые мышки? Вы это выбрали, мистер Парк? Ну что вы, что вы избрали? Извините, сержант, я не стал бы этого делать. Ну ладно, продолжайте. Итак, вы играли на пианино. Да, играл на пианино. Потом я услышал радио на бурную громкость. Кто-то просто вопил. Это оскорбило мой слух. И вдруг, неожиданно, я услышал крик миссис Реллстон. Понятно. Миссис Кейсел. Я писала письма в библиотеке. Вам было слышно, что здесь происходит? Нет, я ничего не слышала, пока миссис Реллстон не закричала. Что вы сделали тогда? Ну, я пошла сюда. Сразу же. Мне кажется, да. И все же мне кажется, на письменном столе в библиотеке не было недописанного письма. Я захватила его с собой. Дорогая Альшесси, то это ваша подруга или родственница? Вот это, черт возьми, уже не ваше дело. Может быть, может быть. Но если бы я писал письмо и вдруг услышал чей-то крик, я не стал бы обратно его складом спрятать в карман, а немедленно спустился бы вниз узнать, что случилось. Не стали бы. Как интересно. Теперь вы, майор. Вы говорили, что были в подвале. Что вы там делаете? Я осматривался. Просто осматривался. Я заглянул в чулаку под лестницей после кухни и заметил там еще одну дверь. Открыл ее и увидел лестницу. Мне стало любопытно, и я спустился по ней. Ну и подвалы у вас. Я рада, что они вам понравились. Да нисколько. Старый монастырский скреп, я бы сказал. Может быть, отсюда и название. Монксоу. Мы здесь занимаемся не исследованием древности, дорогой майор. Мы расследуем убийства. Миссис Рэлстер говорит, что она услышала скрип закрывающейся дверью. Возможно. А единственная дверь, которая скрипит в этом доме, это дверь в чулан. Возможно, что убийца услышал шаги миссис Рэлстер, ускользнул в чулан, придет за собой дверью, потом уже решил подняться и снова не лезть. Конечно, все может быть. Но ведь мы в чулане должны быть оттечетки пальцев. Ну, мои там, разумеется, есть. Но преступники, как правило, довольно предусмотрительны и надевают перчатку. Как правило, да. Но бывает, что преступники ошибаются. Вы в это уверены, сержант? Слушайте. А не напрасно ли мы теряем время? Один человек, и Союз Рэлстон, я веду расследование. Очень хорошо. Но в таком случае я... мог подняться по одной лестнице и спуститься по второй. Любой мог пройти в чулан, закрыть за собой дверь, а затем пройти в основании за лестнице. Несомненным фактом является только то, что в момент убийства каждый из вас был один. Но послушайте, сержант, вы говорите так, словно мы все под подозрением. Это же не лепо. При расследовании убийства все находятся под подозрением. Да. Но вы же прекрасно знаете, кто убил ту женщину на каллы и стрельбе. Вы сами сказали, что это старший из двух мальчиков с фермы, умственно неполноценный молодой человек, которому сейчас 22 года. Ну так среди нас только один такой, черт возьми! Да это неправда! Это неправда! Вы все против меня! Все всегда против меня! Вы хотите решение убийства! Это травма! Это травма! Вот что это! Спокойно! 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 Крис! Успокойтесь! Все будет в порядке! Ну скажите же, сержант, что вы не собираетесь его арестовывать! Я никого не собираюсь арестовывать, пока. Для этого мне слишком мало доказательств. Ты сошла, суру, охотно! И вы тоже! Только один человек соответствует предметам. И хотя бы из соображений безопасности он должен быть арестован. Я думаю, это было бы только справедливо по отношению ко всем остальным. Подожди, Джелс, подожди. Сержант, Могу вам сказать пару слов на эти... Конечно, все сразу. Выйдите все в столовую! Пожалуйста! Я остаюсь. Джелс, я прошу тебя. Я не понимаю, что случилось, Могу. Я остаюсь. Джелс, я тебя прошу, и ты все потом объясни. Я прошу тебя! Да, вы хотите что-то постараться? Сержант, Да. Скажите, сержант, вы считаете, что этот безумный убийца должен быть старшим из тех троих детей с фермы? Но вы ведь не знаете этого наверняка? Фактически мы ничего не знаем. Нам известно лишь что, что женщина, которая молила голодом детей на ферме не в два. Женщина-судья, ответственная за их отправку на ферму, тоже не в два. Телефонный провод, соединяющий меня с внешним миром, был перерезан. Да, вы утверждать этого вы не можете? А вдруг это из-за снега? Он был перерезан, миссис Рейлстер, у самого входа в дом. Какой? Понятно. Сядьте, миссис Рейлстер. Да, но вы все равно не знаете. я исхожу из того, я исхожу из того, что посудите сами. Детские складума, психическая неравновешенность, побеги за руку, заключение психиатра. Подумайте сами, кто это? Да, конечно, по-вашему, все это указывает на Кристофера, все против Кристофера, но это не так. Я не верю, что это он. Тут что-то другое. Например? Ну, например. Разве у этих бедных несчастных детей не было родных? Мать была пьяницей, она умерла вскоре после того, как у нее отобрали детей. А отец? Отец был сержантом, он служил за границей. Сейчас, если его не убили, он, наверное, уже демобилизовал. И вы не знаете, где он находится? Полиция ищет его. Вы не знаете, где он находится. И если сын умственно неполноценный, то отец может быть ненормальным. Не так? Да, вполне возможно. И если он вернулся из пленда, вернулся домой, пережил столько мучений, пришел, а жена она умерла. А одного сына ей замучили до смерти. Скажите, ведь он мог сойти с ума и податься жажде мести, не так ли? Это только предположение. Но ведь это возможно? Да, это возможно. Так что убийца может быть пожилым человеком или даже стариком. Вот когда я сказала, что звонили с полиции, майор Менков страшно взволновался. Я даже видела, какое у него было при этом лицо. Майор Менков. Да, средних лет. Военный. Но ведь совсем нормальный человек. Но ведь ненормальность может и не бросаться в глаза. Да, сейчас это совершенно не заметно. Ну вот видите, так что ни один Кристофер по подозрению, майор Менков тоже. Еще варианты, миссисра Васильевна? Есть. Мистер Поровичун уронил кочужку, когда сказала, что звонил в полицию. Поровичик? Ну да, но ведь он совсем старый и иностранец и все такое. Но может быть он не так стар, как кажется. Он движется, как молодой и явно употребляет косметику. Даже мисс Кейсуэл это заметила. Вы знаете, старшина, может быть это звучит мило драматично, но он явно запремирован. Вам очень не хочется, чтобы убийца оказался мистер Рен. Да он какой-то ну жалкий, несчастный. Я вам говорил, миссисра илосмашка полиция учитывает все возможные варианты. Отец, мальчик Джорджа, еще кто-нибудь. Была еще сестра, помните? Сестра? Убийцей Моррин Лайн могла быть и женщина. Подумайте сами. Мужское пальто, закрытое лицо, надвинутая шляпа. К тому же убийца говорил шепотом, а голос выдает ом. Да, миссисра, сестра, сестра. Убийцей могла быть женщина. Мисс Кейсу? Нет, она, пожалуй, старовата для этого. Да, выбор очень широк. Например, вы сами. Я? А что, ваш возраст как раз подходит. Да что вы такое, миссис? Что бы вы мне сейчас не возражали, не могу это проверить, помните это. Затем, затем ваш муж. Что? Да что вы такое говорите? Что вы о нем знаете? Да не задавайте глупых вопросов. Сколько времени вы женаты? Такой год, мы женаты. Где вы с ним познакомились? На танцах. В Лондоне. Мы познакомились в одной компании. Вы встречались с его родными. Нет, у него нет родных. Ну, какое-то имеет значение. Они все умерли. Все умерли? Да, все умерли. Вот вы нарочно все искажаете. Да, его отец был адвокатом, а мать умерла, когда Джао все был год. Ну, какое-то имеет значение. Вы ведь пересказываете не только то, что он сам вам говорил. Сами-то вы ничего не знаете. Сколько времени вы были знакомы до того, как вышли за него замуж? Три недели. И вы до этого бы ничего о нем не знали. Да все я о нем знала. Я точно знала, что он за человек. Он Джаоц. Он мой Джаоц. Да он порядочный человек. Это было бы полнейшим абсурдом утверждать, что он какой-то страшный, сумасшедший, одержимый манией убийства. Да он даже в Лондоне не был, когда произошло это жуткое, это страшное убийство. Где он был? Здесь? Нет. Он ездил по кругу, искал проволочную сетку для курятника. Привез? Нет. Отсюда около тридцати миль до Лондона. Это примерно час поездом, час небольшим на автомобиле. Он вполне бы быть вон. Одну минуту не будет искать. Это Вальто, ваша молодежь? Да. Even News. Продавалась вчера на улице Флонда, она пошла по нулению чемпионку. Я не верю. Не верю. Не верите? Моль! А? Ой, где он? Как вы меня напугали. Куда он ушел? Да кто же? Да сержант этот, сержант! Да он туда, куда ты ушел. Все так настроены против меня. Все считают меня убийцей, особенно ваш муж. Да не обращайте на него внимания. не обращайтесь. Да не обращайтесь. Да успокойтесь. Успокойтесь. Нельзя же всю жизнь убегать от жизни. Почему вы так говорите? Успокойтесь. 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 Да. Это чистая правда. Когда придется в расцветку? Да чего не хочется. На самом деле вас зовут не Кристофер? Нет. И вы не собрались стать архитектом? Нет. Тогда зачем? Зачем я называл себя Кристофером Реном? Да просто так! До смеха. И потом в школе все дразнились надо мной, смеялись. Что любовь должно быть? Как Вас зовут? Ну, по-настоящему. Это не важно. Если кто-то забил. Все было чудовищно. Я ей не добью. Не добью. Да, я что-то вроде этого неизвестного бит. Понимаете? Понимаете? Моя мама. Моя мама. Да? Мама? И что же она? Она б заботилась обо мне. Но тёта ж мала. Мальчик мой. Ну, нельзя же, чтобы о Вас всю жизнь кто-то заботился до самой старости. Так не бывает, Крис. В жизни всякое может случиться. Мальчик мой. Поэтому мы сами. Мы сами должны всё преодолеть. Идти дальше. Своей дорогой. Это невозможно. Это невозможно. Вы хотите сказать? С Вами так было, да? Было. А что это было? Что-нибудь очень страшное? То, что я никогда не забуду. Это, наверное, связано с Вашим Джансом. Да нет. Это произошло задолго до Джанса. Но тогда Вы были совсем маленькой девочкой. Вот поэтому. Это было так ужасно. Это было так отвратительно. Значит... Я стараюсь забыть. Забыть это всё. И у меня не получается. Значит, Вы тоже убегаете. Убегаете от жизни. В каком-то смысле, да? Знаете, Крис, В те разы я вас раньше никогда не видела, не знала. Но мне кажется, что между нами существует какое-то родство. Родство душ. Да. Это странно, правда. По-вашему, не следует остаться? Ну, что Вам ещё следует делать? Конечно, не следует. А я могу стянуть лыжи сержанта. Я хорошо хожу на лыжи. Ну, это было просто глупо. Ну, это всё равно, что признать себя виновным. Сержант Роттер и так считает, что я виновен. Нет, он так не считает. Ну, чего? Я сама не знаю, что он думает. Я его... Я его ненавижу. Ненавижу. Кого? Сержанта Роттера. Он может... Он может внушить такое, но это неправда. Это не может быть правдой. Да о чём вы скажите? Да вот. Видите? Вот это вчерашняя лондонская газета. Она была в кармане у Джалса. Но Джалс не был вчера в Лондоне. Но если он целый день был здесь? Нет. Его не было здесь. Он целый день колесил по округе и искал проволочную сетку для курятника. Но не нашёл такой. Ну, так что же. Наверное, после этого он поехал в Лондон. Как? Да почему же он мне об этом ничего не сказал? Почему ему надо было говорить, что он весь день колесил по округе? Может, за сообщение об убийстве? Он не знал об убийстве. Я знал. Я не знаю, что думает сержант. Он может внушить вам всё, что угодно. Вы начинаете задавать сами себе вопросы. Начинаете сомневаться. Вам кажется, что человек, которого вы хорошо знаете и любите, может быть чужим. Как страшно в сне. Вы среди друзей. И вдруг вы смотрите на их лица, а это уже не друзья. Это совсем чужие вам лица. Они только притворялись друзьями. Да, Крис? Это не друзья. Значит, никому нельзя верить. Да, Крис? Никому? Как же жить дальше, Крис? Как же жить дальше? Как же жить дальше? Извини, мы просто с мистером Реном разговаривали. Извините, мне надо на кухню. Я помогу вам? Нет. Тет-а-тет сейчас не очень полезен для здоровья. Вы не пойдете на кухню и не будете подходить к моей жене. Ну, послушайте. Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой. Похоже, что вы обо мне думаете. Именно, Рен. По дому свободно разгуливает убийца. И его приметы совпадают с вашими. Не только своими. А с чьими же еще? Да вы слепой? Вы притворяйтесь слепым. Я думаю о безопасности своей жены. Я тоже не собираюсь оставлять вас вдвоем с ней. Да какого черта? Крис! Крис, Шарова! Крис, уходите! Уходите, я прошу вас, уходите! Уйду. Уходите. Я буду рядом. Что все это значит? Моля, ты спятила. Ты готова отправиться на кухню с человеком, у которого мания убийства? Да нет у него никакой мани. Да стой только поглядеть. Сразу видно, что псих. Джаев, успокойся. Ну, успокойся. Он просто очень несчастный. Он не опасен. Ну, я бы это просто почувствовала. Да и потом. Ну, что тебя бояться? Я могу за себя постоять? То же самое говорила миссис Бойл. Ну, перестань жалиться. Послушай, что у тебя с этим типом? Что значит, что у меня с ним? Мне просто его жаль, вот и все. А может быть, вы встречались раньше. Может быть, ты сама пригласила его сюда, и теперь вы оба делаете вид, будто встретились первый раз в жизни. Да вы уже давным-давно все обстряпали. Что? Да ты с ума сошел? Да как ты смеешь мне говорить такие вещи? А тебе не кажется странным, что он остановился в таком неудобном месте на отшиве? Ну, что здесь странного? Миссис Кайсел здесь остановилась? Майор Мэтков? Миссис Бойл? Что здесь странного? Я читал когда-то, что понятные убийцы обладают способностью привлекать женщин. Мне кажется, это действительно так. Где вы познакомились? Сколько времени это продолжается? Просто невыносимо. Да просто невыносимо! Да я глаза не видела Кристофера Ренна до вчерашнего вечера! Это ты так говоришь? А может быть, вчера ты ездила в Лондон, чтобы тайно встретиться с ним? Да не говори глупости! Ты же отлично знаешь, что больше месяца не была в Лондоне! Больше месяца не была в Лондоне! Это правда? Да? А в чем дело? Значит, правда. Значит, правда. Тогда скажи, пожалуйста, что вот это такое? Перчатка? Да. Это перчатка. Ты ее вырвала. А я понят, когда разговаривал с сержантом Троттером. Ну и что? Смотри, что в ней. Это лондонский автобусный билет. Как это? Так что ты вчера была не только в деревне, ты и в Лондон съездила. Хорошо. Я была в Лондоне. Как ты идешь? Пока я тут колесил по округе. Пока я тут колесил по округе. Пока ты тут колесил по округе. Ты был в Лондоне, Джалис? Что? Ты был в Лондоне и привез с тобой опяту, в вечернюю газету. Откуда она? Из твоего пальца. Ну, кто-нибудь мог положить мне ее в карман? Да? Неужели? Нет, милый, ты был в Лондоне? Хорошо. Я был. Но я ездил туда не для того, чтобы встретиться с женщиной. Не для того. Ты уверен, что не для того? Ну, о чем? Нет, хотя бы. О чем дело? Не прикасайся ко мне! Вчера ты ездил от Лондона к Кристоферу Рену. Да не будь идиотом, Джайс. А тогда зачем? Зачем? А я не скажу тебе, зачем. Может быть, это мой секрет, моя тайна. Что с тобой случилось, Воня? Ты стала совсем другая. Я не узнаю тебя. Ты не узнаешь меня, Джайс. А может быть, тебе следовало узнать меня раньше? Сколько лет уже? Сколько? Год? Год. Ну ты ведь ничего обо мне не знал, что я думаю, о чем страдала, о чем переживала, что у меня на сердце. Ты ничего не узнаешь? Ты не сошла с ума. А может быть, это прекрасно, что здесь с ума? А может быть, это замечательно, что здесь с ума? Да что, возьми, что ты говоришь? Да! Я надеюсь, вы не наговорили друг другу ничего лишнего. Это так часто бывает, когда ссорятся влюбленные. Ссорятся влюбленные. Ничего себе! Именно так! Именно так! Я вас прекрасно понимаю. Я сам все это пережил, когда был молодым. А вы, говорят, недавно ожидали. Это вас не касается, мистер Павел. Конечно! Конечно, не касается. Я пришел только сказать, что сержант-троктор не может найти свои лыжи. Он очень сердится. Он очень сердится. Что такое? Мистер Релстон, вы никуда не переносили мою лыжи с чужан? Конечно, нет. Кто-то взял. А зачем вы их стали искать, сержант? Снег все еще лежит. Я хотел дойти на лыжи до полицейского участка и сообщить о создавшемся здесь положении. А-ха-ха, и вы не можете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто-то позаботился о том, чтобы вы этого не сделали. Но могла быть и другая причина. Какая? А что, если кто-то хотел утратить сюда? А почему ты только что распрякнул от Кристофа? Да, просто так. А-ха-ха, молодой архитектор сбежал. Очень-очень интересно. Это правда, миссис Реллфка? Слава Богу, мы никуда не ушли. Вы не брали мои лыжи, мистер Рэн? Ваши лыжи, сержант? Да нет же. Зачем бы я встал их туда? А вот здесь просто миссис Реллфка... Нет, понимаете, сержант, мистер Рэн очень любит кататься на лыжах. Вот я и подумала, что он взял их, чтобы немножко размяться. Размяться? Слушайте меня все! Кто-то решил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы сейчас здесь все собрались. Все! И немедленно! Миссис Кейс, кажется, наверх пошла. Да, я сейчас схожу. А майора Рудкова я осталась в столовой. Моё пять-карад! Ага! Где ты? А, его нет. И я прощу его. Ага. Привет! Вы меня искали? Да, сэр, по поводу моих лыж. Ваших лыж? Вы оба не брали мои лыжи из-сержант? Нет. Зачем они мне? А вы я их не трогал. Тем не менее, кто-то их взял. Мисс Кейс, вы поднимали свою комнату по задней лестнице? Да. Значит, мы проходили мимо чулана? Возможно, но у меня нет ни малейшего представления о том, где я их находилась. Майор, вы сегодня были в этом чулане? Да, был. В момент убийства миссис Бойл? Нет. В момент убийства миссис Бойл я находился в подвале. Но когда вы проходили через чулан, вы видели, стояли там выжили или нет? Ты не имею представления. Вы должны помнить, были они там или нет. Я вам не могу вспомнить. Вы должны это знать! Не надо кричать на меня. Молодой человек, я не думал никаких выжил. Меня их трясовали в подвал. Здесь же архитектура довольно любопытна. Так что я открыл другую дверь и спустился вниз. Так что я не могу вам сказать, были лыжи в чулане или их там не было. Вы понимаете, что вы, именно вы, имели прекрасную возможность их взять. Ну да, да, разумеется. То есть, если бы я захотел. Вопрос в том, где они сейчас. Да вы не волнуйтесь, мы их найдем. Надо только всем поискать, как следует. Вы же не иголка. Это ж огромная штука лыжи. А давайте, давайте все возьмемся за пользу. Давайте. Не спешите, майор. Я поставил себя на место этого безумного, но хитрого человека. Я должен опередить его хотя бы на один шаг. Я вас не понимаю. Если я этого не сделаю, произойдет еще одно убийство. Неужели вы до сих пор в это верите? Да, если я все верю. Три слепые мышки, две мышки вычеркнутые. С третьей осталось разобраться. Вас здесь шестеро. И один из вас убийца. Один из вас убийца. А другой намеченная им жертва. Я обращаюсь сейчас к этому человеку. Вы, кто бы вы ни были, Вы очень рискуете. Вместе с Бойлом не захотела мне довериться. Теперь она вертва. Перестаньте скрываться. Убийца не станет медлить с третьей жертвой. Убившую дважды перед третьим убийством. Не колеблется. Я не знаю, кому из вас требуется защита. Ну живее! Тот, кому есть что сказать о своей причастности к этому старому делу, пусть скажет. Убийца сейчас радуется этому. Да, здорово веселиться. Убийца сейчас радуется этому. Да, здорово веселиться. Можете идти. Кстати, Акура такая. Вы... А что вы говорите? У меня есть отличный таянский рецепт. Идемте на кухню, и мы посмотрим, что мы с вами можем сострянуть. Привестнейшие занятия. Я сам помогаю своей жене, мистер Павлович. А-а-а. Ваш муж боится за вас. Это как естественно присосдавшееся положение. Он поступает очень мудро. Как я могу доказать ему, вам или этому упрявому сержантку, что у меня нет мании убийства? Не? А что? Если в самом деле. Доказывать то, чего нет, это трудно и невозможно. Но предположим, что если я в самом деле, три слепые мышки, мышки, кочерыжки... Прошу вас, не надо. Так ужасно. Очень веселая песенка. Она немножечко в хвостике чик-чик-чик. Великолепно. Прошу, не надо. Это все то, что нравится ребенку. А дети такие жестокие создания. Многие из них так... так и не... Я вас прошу, не надо. Сейчас же перестаньте пугать мою жену. Я понимаю, это глупо, это глупо. Но ведь это я нашла ее. Да. Мне ужасно страшно. Я никогда этого не забуду. Да, я знаю, не надо забывать. И вы не из тех, кто забывает. Простите, мне надо даже на кухне. Там партофель развалился салат. Чем это вы так расстроились, сэр? Я? Да это невинная шутка, сержант. Я люблю шутить. Знаете, бывают хорошие шутки, а бывают не очень хорошие. А что вы... что вы хотите этим сказать, сержант? Да ничего. Просто я тут подумал о вашем автомобиле, который застрял в сугробе, так удачно. А может быть не удачно? Зависит от точки зрения. Кстати, а куда вы направлялись, когда с вами случился этот несчастный случай? Ну, к своему другу. Который живет? Недалеко отсюда. Да, имя, адрес. Слушайте, сержант, какое это имеет значение? То есть я хотел сказать, это никак не относится к нынешнему создавшемуся трудному положению. Понимаете, мы в полиции привыкли добиваться исчерпывающей информации. Как вы сказали, зовут вашего друга? Ну, а я не говорил. Не говорили. Кажется, не собираетесь. Очень интересно. Ну, это много всяких причин. Любовь, осторожность, эти ревнивые мужья. В вашем возрасте поздновато бегать за женщинами. Дорогой сержант, может быть, я не так уж сад, как вам кажется? Я так и думал, что вы не так стары, как вам хотелось бы казаться. Много людей пытаются выглядеть моложе своего возраста. Но если человек выглядит старше, хочет выглядеть старше, по неволе спрашиваешь себя, а почему? Дорогой сержант, вы стольким людям задали столько вопросов, а теперь перешли на себя. Не слишком ли вы усердствуете? Ну, от самого себя я могу добиться каких-то его ответов, но от вас я пока что услышал немного. Ну, хорошо, хорошо. Задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Один или два. Ваши... где вы остановились? Стойте, подождите. Откуда вы сюда приедете? Ха, о! Из Лондона. Да, адрес Лондон. Я часто останавливаюсь в отеле Рисп. Прекрасный отель, наверное. Постоянное место приедете. Не выношу ничего постоянного. Занятия, профессия. Играю на бирже. Вы маты? Нет, 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 сержант, вы меня не так помните. Вы игрок, и вам нравится эта игра. Вы чувствуете себя очень уверенно. На вашем месте я не стал бы чувствовать себя так уверенно. Мистер Поровичи, вы замешаны в деле о убийстве. Убийство не забава. И даже это убийство, сержант? А-а-а, вы слишком серьезны. Я всегда думал, что полицейские лишены чувства юмора. Вопрос, я считаю, окончен, по крайней мере, на время. На время? Да. Благодарю вас. Я пойду в гостиную и поищу ваши лыжи. Может быть, кто-то их спрятал, и они нам. Одну минуту, Лесли. Я хотел бы получить от вас некоторые свидетели. Что вас интересует? Для начала ваши полные... Лесли, Маргарет, Кэтрин, Кейсер. Кэтрин? Адрес? Вела, Марикоса, Золотая сосна, майорка. Это в Испании? Да, это испанский остров. Как долго вы находитесь с вами? Неделю. Где вы остановились? Отель вы, Илья Геннадьевич. Что привело вас в эту глушь, мисс Кейсер? Мне захотелось в деревенской тишины. И как долго вы собирались или собираетесь оставаться здесь? Пока не сделаю то, ради чего я сюда приехала. Что же это? Что же это? А? Ради чего вы сюда приехали? Простите, я задумалась. Вы не ответили на мой вопрос. Я право не понимаю, почему я должна на него отвечать. Это исключительно личное дело. И все-таки... Не будем спорить. Хорошо, ваш возраст. Мне двадцать четыре года. Двадцать четыре. Вы подумали, что я выгляжусь старше. Это верно. Обо мне можете спросить у моего адвоката. Рекомендации от знакомых представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей. На Майорке? На Майорке и в других местах. Вы родились за границей, мисс Кейсер? Нет. Я уехала из Англии, когда мне было тринадцать лет. Вы знаете, я никак не могу понять. А это важно? Возможно. Вы ли говорили, что уехали из Англии, когда вам было тринадцать лет? Ну, двенадцать-тринадцать, что-то около того. Ваша фамилия Кейсер? Это моя теперешняя фамилия. А какую фамилию вы носили тогда, до отъезда из Англии? Отвечайте! Что вы стараетесь этим доказать? Ничего, я просто хочу узнать, какая раз была фамилия до отъезда из Англии. Это было давно, я забыла. Есть вещи, которые не забываются. Возможно. Несчастье, отчаяние. Да, наверное. Мисс Кейсер, какое ваше полное имя? Я же вам сказала, Несли Маргарет Кэтрин Кейсер! Кэтрин! Так что же вы здесь делаете? Я... Вопрос. Ты зачем мне сюда приехала? Я всегда думал, что в больнице запрещено, и всегда просто с применением пыток. Всего лишь задал Мисс Кейсер несколько вопросов. Вы посмотрите, как вы ее расстроили. Что он сделал? Нет. Ничего. Просто все это убийство. Это так ужасно. На меня это подействовало невероятно. Я пойду себе. Я не могу в это поверить. На что вы не можете поверить? Шесть невозможных вещей до завтрака, как белая королева. А? Да, что ты в этом роде? Боже, вот такой кусок, словно вы видели привидение. Я увидел то, что должен был увидеть раньше. Я был слеп, как кровь. Теперь надеюсь, дело сдвинется с другой точки. У полиции есть пыльника? Да. У полиции есть пыльника. Я хочу, чтобы вы еще раз все собрались здесь. Вы знаете, где я? Раз, в Моле и в кухне. А я только что с майором Мэткопом искали ваши лыжи. Мы заглядывали в самые невероятные места. Да, но все бесполезно. А где Паравичини? Не знаю. Я сам позову его. А вы пойдите, позовите остальных. Мистер Паравичини! Мистер Паравичини! Куда, сержант? Что случилось? Чем могу быть полезен? А, вспомню, у маленького полицейского лыжи пропали. И думал он, и я на месте, что скоро найдут пса, и сами вернутся лыжи с убийцею вместе. Майор, председатель Миссис Рейлстон. Я не могу прийти по почве, сержант. Это сейчас так не кстати. Есть вещи гораздо более важные, чем приготовление еды, миссис Рейлстон. Вот, например, миссис Год уже больше не захочет есть. Никогда. Очень достатно сказано, сержант. Я вам сожалею. Но мне необходимо ваше содействие, я требую его. Мистер Рейлстон, поднимитесь, пожалуйста, к Джону и Кейсу. Позовите ее сюда. Скажите, что это всего на несколько минут. Хорошо. Мы шли с вашего участка, сержант? Нет. Но я знаю, кажется, кто их взял. Пока что не буду говорить. Да и не говорить. Не надо. Я считаю, что самое погружающее странице нас надо оставить к самому концу. Это не игра, сэр. Как игра? По-моему, именно игра. Для города. Вы думаете, убийца получаете удовольствие? Может быть. Может быть. В чем дело? Затем, миссис Бойл. Миссис Бойл. Теперь попрошу внимания. После убийства миссис Бойл, вы все дали мне показатели, которые касались вашего местоположения в момент ее убийства. Они были таковы. Миссис Райлстон на кухне. Мистер Райлстон в спальне. Мистер Райлстон в своей спальне. Мистер Поровичини в гостиной. Мисс Кейсова в библиотеке. Майор Мэтков в подвале. Верно. У меня не было возможности. Как только проверить их. Несомненно, только одно. Пятеро из них были правдивыми. Одно — ложь. Пятеро из вас говорили правду. Один лгал. Мне есть план, который позволил мне раскрыть лжеца. И этот лжец как раз и является. Не обязательно. Кто-нибудь мог солдат по какой-либо другой причине. Сильно сомневаюсь. Но в чем смысл всего этого? Вы ведь сами сказали, что у вас не было возможности проверить наше заявление. Да, не было. Но теперь каждый должен будет пройти через это еще один раз. Старая история. Реконструкция преступления. Не реконструкция преступления, дорогой параличник. Реконструкция действий людей, по-видимому, не виновных. И что вы надеетесь таким образом узнать? Простите, пока что я об этом ни с кого ничего не скажу. Вы хотите повторить представление? Да. Это ловушка. Почему? Ну, я знаю, это ловушка. Я просто хотел, чтобы вы все еще раз сделали то же самое, что делали тогда. Ну, это нелепо. Вы так думаете? Что вы знаете заставит людей повторить свои пресни и действия? Это нелепо. Только меня от этого спектакля на физбатике. Я никого не могу отпустить, не засраться. Для вас можно подумать, что вы все виноваты. Почему вы все так убираетесь? Хорошо. Мы будем вам помогать домой. Хорошо. Рен. Мистер Поровичи. Конечно. Мистер Кейсер. Майор. Так. И вы хотите, чтобы мы делали в точности то же, что и раньше? Совершенно верно. Тогда я приду в гостиную и буду подбирать мелодию одним пальцем. Мелодию, которая стала подписью. Не спешите, мистер Порович. Миссис Рэллс, вы умеете играть на пианино? Да, потому что. И вы знаете мелодию «Три слепые мышки»? Да, я все знаю. В таком случае вам не составит никакого труда подобрать мелодию одним пальцем, как это делал мистер Порович. Хорошо. Хорошо. Тогда вы пройдете в гостиную и начнете играть по маленькому знаку. Ну. Я думаю, каждый должен повторить предыдущие роли. Будут повторены те же действия, но не обязательно теми же людьми. Не вижу смысла. А смысл есть. Смысл состоит в проверке ваших показаний. И проверке особенностей одного показания, которое я считаю ложным. Теперь внимательно. Я расскажу вам ваши новые места. Мистер Рэлл, вы как-то очень любите готовить. Ну, то я прошли бы вы на кухне посмотреть за обедом. Миссис Рэлл, дорогой майор, вы можете подняться в спальню мистера Рэлл, и проведет там телефонный аппарат. Мисс Кейс, вы не будете возражать, если испустились под вас? Дорогой параличи, вы можете подняться в комнату мистера Рэлл? Куда удобнее идти по задней лестнице? К сожалению, кто-то должен повторить мои собственные действия. Мистер Рэлл, я понимаю, что это очень холодное занятие, но вам придется выйти на улицу и смотреть перерезанный телефонный провод. А что будет делать вы? А я сыграю роль миссис Форн. Рискованная девочка. Всем разойтись и ждать по его сигналу. Я могу хотя бы надеть пальто? Конечно, я даже хотел вам это предложить. Ну да, детская игра. Миссис Форн. Миссис Форн. Миссис Форн. Миссис Форн. Да, сержан, чём дело? О, у вас такой вид, будто бы вы очень довольны собой. Вы, наверное, узнали то, что хотели. Да, узнал. И вы знаете, кто убийца? Знаю. И кто же из них? Вам следовало бы это знать, миссис Релс. Мне? Вы вели себя очень легкомысленно. Вы не все мне рассказали. Вы несколько раз находились в смертельной опасности. Мы, полицейские, не так тупы, как вам кажется. Я с самого начала знал о вашем непосредственном участии в деле о Лондонской первой. Вы знали, что миссис Бойл была судьей по этому делу. Короче, вы знали все. Почему вы мне ничего не говорили? Да потому что я хотела забыть. Ваша девичья фамилия Лэри. Да. Вы были учительницей в школе. В той самой школе, где учились эти бедные дети. Да. Правда ли, что Джим, тот, который умер, перед смертью написал письмо вам? Он просил свою молодую, добрую учительниц, чтобы она помогла ему. Вы не ответили ему тогда? Я не знала. Я ничего не знала, поверьте мне. Вы просто не стали себя утверждать? Да нет же. Я говорила, что нет. В тот самый день я заболела воспалением легких. Я металась в страшные горячки, когда принесли это письмо. Только через две недели я прочла его. Но было уже поздно. Бедный мальчик умный. Он ждал. Он надеялся, что спасу его. Боже, как страшно, что такие вещи могут происходить. Если бы я только могла, сержант, если бы я только могла, я спасла бы его, бегный ребенок. Да, это было чудовище. Было чудовище, но виси сразу. Я не знал, что полицейские носят пистолеты. Полицейские не носят. Я не полицейский. Я всего лишь позвонил из автомата. Сказал, что звонят из полиции, к вам приедет сержант Ро. Вот и все. Вы знаете, кто это? Я Джонджи. Брат Джимми. Не сдумайте причастия, СССР. Иначе я буду выдержать пустить подорудину. Я просто хотел сначала поговорить с вами. Я хотел с вами поговорить. Да, Джимми умер. Да. Та злая женщина на ферме убила его. Ее посадили в тюрьму. Она сегодня ноль не засучила. Я сказал, что убью ее. И я это сделал. В тумане. Как это было забавно, надеюсь, Джимми, зная. Я убью их всех, когда вырастут. Потому что взрослым можно делать все. Теперь я взрослый. И теперь я убью вас. Не надо. Не надо. Прошу вас. Не надо. Вам все равно никогда не выбраться отсюда живут. А мне плевать. Я слишком устал. Не надо. Не надо. Три вольвера будет столько шум. Ну, пожалуй, вы правы. Лучшее мышление. Рука. Последняя мышка вышла. Ай, Джорджи! 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 Ты узнаешь меня, Джорджи? Помнишь ферму? И быка, который гонял нас по полю. И собак. Собака? Да. Скотта и Клейна. Кэп? Да, Кэп. Джорджи! Кэп, что ты здесь делаешь? Ты узнала? Ты узнала? Я приехала вам, чтобы найти тебя. И узнала тебя по своему жесту. Ты всегда так делал. Пойдем со мной, Джордж? Да. Не беспокойся. Да, ну пойдем. Мы пойдем туда, где за тобой будут ухаживать. И последят, чтобы ты ничего плохого не сделала. Пойдем. Моли. 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 Тут. Моли. Моли. Моли, counterる. Ужасно. Я ни в чём не виновата. Я взглянусь теперь. Я ни в чём не виновата. Я случайно замешана, оказалась на ту историю, когда работала в школе учитель. Но ты должна была рассказать мне. Да я хотела над тобой. Всё в порядке. Ему дались пятворные, скоро он заснёт, а его сестра присмотрит за ним. Бедняга совсем сликнулся. Это ясно. Я с самого начала это подозревал. Вы? Вы подозревали? А вы что, не верили, что он полицейский? Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Реллсту, что полицейский я. Как только к нам в руки выпала эта книжка, записная с адресом Бонсуол Мэном, мы поняли, что совершенно необходимо направить сюда кого-то. Когда майор Мэном узнал об этом, он согласился уступить мне своё место. Я не мог понять, в чём дело, когда неожиданно появился тротов. А мисс Кайзон, это его сестра? Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, с счастью, догадалась обратиться ко мне очень в своё время. Начинают таять. Скоро прибудет помощь. Да, кстати, я принесу лыжи. Я забросил их на полок в спальню. Ой, Джайлс, а я ведь думала, что это паровичи. Я надеюсь, они как следует обыщут его машину. Я удивлюсь, если у него запасное колесо битком набито швейцарскими часами. Чайлс, а что ты делал вчера в Лондоне? Вчера в Лондоне? Ну да. Вчера в Лондоне я покупал тебе подарок, ведь мы ровно год как поженились. Это правда? Да. Да ведь я тоже была в Лондоне. Не может быть. Я тоже покупала тебе подарок. Не может быть. Вот. Вот это твои любимые сигары. Они тебе нравятся. Боже мой, они восхитительны. Спасибо, милая. А что ты мне подаришь? Боже, я совсем забыл. Это? Это шляпка. Боже. Это та самая шляпка, о которой я мечтала. Боже, какая прелесть, Жанна. Безезлился. Да? Судя по запаху, в кухне что-то горит. Боже, это же мой пирог. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Роли исполняли. Кристофер Рен. Максим Чернанов. АПЛОДИСМЕНТЫ Миссис Бойл. Анна Сесенова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мистер Паравичини. Вадим Чернанов. АПЛОДИСМЕНТЫ Миссис Кейсуэл. Татьяна Придуря. АПЛОДИСМЕНТЫ Джайлз Релстон. Виталий Ященко. Моли Релстон. Ирина Небалова. АПЛОДИСМЕНТЫ Майор Мерков. Геннадий Цирик. АПЛОДИСМЕНТЫ Сержант полиции Троттер. Олег Батаренко. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ МАРТРАНИЕ МАРТРАНИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ